Удивительная вещь, когда человек делает мало, Творец ему помогает много. Ему кажется, я в жизни не очищусь. Здесь люди, которые приходят в Ишиву и говорят, «Ара, вы знаете, вы не представляете, какую жизнь прожил. Я никогда не стану, никогда не очистить себя, я не отмою себя от этого». Откуда тебе знать? Кто это, откуда тебе знать? Кто тебя? Ты себя сотворил или Творец себя сотворил? Что у нас в книгах написано? Что такое Тора? Вода. Запачкал руки. Верно? Иди, пойди, помой, с водичкой помой. Смотришь, они снова чистые. Оказывается, что есть удивительная способность у Торы очищать душу. Начни только, но только начни. Есть возможность, это единственное, что может ее очистить. Но только единственное, что, нет, то Вельбер через Баэдо идет в Микву, для того, чтобы очиститься от какого-то этого червяка мертвого. И он держит этого червяка и опускается вместе в Микву, вместе с ним. Очистишься? Нет. Пришел в Вишиву, вместе со своим этим аппаратом, электрический прибор, не может от него оторваться, прямо посередине урока проверяет это СМС. Надо посмотреть погоду. Понимаете? Значит, человек должен, если хоть что-то хочет себе духовного, по-настоящему, первым шагом, что он делает, он должен чуть-чуть. Если все сразу сойдет с ума. Только что никто не подумал, что он сейчас все сразу резким движением, волевым усилием и раз, и себя переломал. Теперь не просто сломал, сразу психушку. Это сразу путь. Сейчас вот человек современный, оставив все современные эти средства, эти инвалидности, да, то есть все эти, как их, как называют, костыли, он сразу, он попадает в психушку. Он его не выдержит. Поэтому надо постепенно. Что, да, является тут определяющим тенденциям? Он в этот раз уже проверил, вместо 100 раз в день имейл, он проверил 90 раз. Отлично. Это уже хорошо. 90 уже меньше, чем 100. Надо с чего-то начинать. Когда человек делает это усилие, выясняется, что там внутри ему вдруг начинает помогать гораздо больше. Поэтому то первое, что нужно сделать, снять завесу глупости. Теперь. Ну, только будешь ее снимать, а чем будешь заниматься? Не на берегу моря, в горах или в пещере, или где-то сиди и занимайся этими самыми, как ее называют, медитацией. А занимайся мудростью. Мудрость, она придет тогда, когда ты попытаешься понять весь мир, как он есть. А описание мира, которое есть, он находится только в Торе. Такой, как он есть, в самом сложном виде, в устной Торе, особенно в Талмуде. Кто не учит Талмуд, он практически не может ничего понять, что написано даже просто в тексте нашей Торе. Это первое, он говорит. Есть, ты хочешь попасть в тот мир, что тебе нужно? Ну, очисть себя чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы очисться от завесы глупости. И озари себя знанием. То есть, начни учить мудрость Тору для того, чтобы понять, что есть, существует грядущий мир. Это как, знаете, как человека проверяют. В этом коридоре есть как бы три таких, знаете, стражника, которые не дают пройти. И каждый раз они с него проверяют. Ну, ты очистился, ты уже понимаешь, для чего это, куда ты идёшь. Если вдруг уясняется, что да, его пропускают дальше. То есть, это только первая преграда. Какая вторая преграда? Следовало испытать тебя, чтобы увидеть, изберёшь ли ты служение Творцу или воспротивишься Его воле. А то, разумом ты понял, разумом понял, что есть Творец, что есть грядущий мир. И ты хочешь удостоиться грядущего мира, то давайте посмотрим, если разум твой, он в полное соответствие, синхронизован с твоим сердцем, центром своего желания. Бобус, давайте посмотрим, как ты, как эта вера, как понимание этого находится, она у тебя в сердце, да или нет. А как это можно сделать? Как это можно сделать? Давайте проверим. Тебе было хорошо? Сейчас тебе будет плохо. Когда человек хорошо, здоровый, там долгов нету, там сытый, довольно-таки и учиться можно, и учиться, и спрашивать, и философствовать, и всё очень хорошо. Да, надо другим рассказывать о том, как надо верить в Бога, и как надо принимать все испытания, которые есть. До момента, когда эти испытания ему лично послали. Как только послали ему, какие вопросы, почему меня, и за что. Я же уже хороший, смотрите, у меня же кипа уже на голове есть. Начинается испытание настоящее. Того, кто нету проблем в жизни, должен жутко бояться. Тут что-то не то. Неужели я негодник, роша, который вообще оставили в покое? С другой стороны, не надо молиться? Пошли мне испытания. То ли болезни, то ли голода, то ли войны, то ли не знаю чего, то ли бедности. Не ищите никто, не дай Бог. Хватит того, что там сверху нам взяли. И что мы порой даже не видим и не рассматриваем. Вся жизнь человека, как только он понимает, что есть творец, как только он проходит первые врата вот эти, которые мы сказали, завесы глупостей и озарения знаниями, с этого момента начинается испытание. Вдруг начинается, а, ты хотел так, а вот все наоборот. Все наоборот. Девушка пришла, рассказала интересную историю. У ней был чайдух. И они подходили друг к другу, знаете, как говорят, как перчатка на руку. Все подходило. Все подходило. То есть не просто, знаете, иногда, частично, а то это, начиная сомневаться. А тут было полностью, что называется, чуть ли не душа в душу. А? В один прекрасный день он не позвонил. Они уже долго встречались. Она как-то была задета. А почему он не позвонил? Он говорит, я ему тоже не позвоню. На второй день она не позвонила, потому что уже то, ну, наверняка, он позвонит, что я буду звонить. И вдруг она через неделю... А он не звонит. И она не звонит. И вдруг через неделю она поняла о том, что... Никакой связи между ними нет. Не проходит месяца. Эй предлагает другой счету. Который 100% ей не подходит. 100% ей. То есть, если первый был, что называется, точно как это. А второй, ну, 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 это просто, ну, просто это такого даже, даже как фантазию не предложат. Но всегда в мире есть, что называется, кривая голова для того, чтобы осуществить желание человечного. Пока посередине этой истории. Но она только показывает о том, что иногда приходит человеку и говорят, мы настолько уверены порой в правильном понимании, естественно, что это подходит к этому, так должно быть. Это правильно, это неправильно. Вдруг приходит. И говорит нам, нет, 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 так не устроено. Это мир не так устроен. Ты будешь жить не с этим, будешь жить с этим. А правильно не это, а правильно это. Это есть испытание. Это есть испытание. Примем мы волю Творца, или мы будем держаться за свое понимание этого мира. Это еще одна врата, это еще одни стражники, которые стоят и проверяют человека, как ты принимаешь это испытание в мире. Все есть испытание. Все испытание. Как ты проходишь испытание? Подошли к автобусной остановке. Что сделал автобус? Ушел, отъехал. Ну, какое ощущение? Опоздал. Теперь следующий через 40 минут. Автобус барах. Удрал. От меня. Рассказывает историю, как в этой ситуации, когда когда-то человек, причем человек религиозный, глубоко религиозный человек, он бежал, он был такой уставший. У него были все причины полагать, что ему сверху полагается этот автобус, чтобы он просто подъехал в момент, когда он подойдет на автобусную остановку. Подошел там один тот же Аидлык, пожилой человек, пришел и спрашивает, ну, есть тут такой-то автобус. Он говорит, а этот автобус он только что удрал, а тут уехал от нас. Он смотрит на него, он говорит, удрал автобус, уехал от автобуса, говорит, я такого в жизни, у меня такого не было, уже прожил много лет, у меня такого никогда не было. Я всегда сажусь только на свой автобус. Это тот, который уехал, он не мой был. Я туда не должен был попасть, почему я на него опоздал. Я никогда никуда не опаздываю. Он просто не был мой. Вдруг он понял, это человек, он рассказывает, что это был урок на всю жизнь. Одно дело он в книгах читал, еще других обучал. А тут у него был урок перед носом, он говорит, с тех пор изменилось все отношение ко всему, что он говорит, это не мое, то, что не мое, не мое. Иногда человеку кажется, работа, а-а-а, и вот, а-а, работа. И вот раз я туда, в Петру, попросили. Или наоборот, он хотел туда устроиваться, не приняли. Или наоборот, приняли. И он так радуется. Человек не знает, это для добра, для хорошо, не хорошо. Мама, это нет. Все испытания. Испытания то ли получил, испытания не получил. Испытания здоровые, испытания больной, испытания бедные, испытания еще больше богатых. Все испытания. После того, как человек уже понял, осознал, что есть Творец. Чуть-чуть себя очистил и понял, что есть Творец. После этого он научился видеть мир таким, как он есть. То есть, все события жизни как испытания. Творец его испытывает. Это еще более укрепляет его веру в Всевышнего. Приходит третий этап. Ну, теперь, если ты все понял. И не только разумом, но и сердцем. Теперь, третье, это остается деяние. Деяние. Давайте посмотрим, какой результат есть твоего понимания в разуме, ощущения в сердце. Давайте посмотрим, чем ты будешь заниматься конкретно. Ну, чем конкретно нужно заниматься? Служением Всевышнему. Во всем, что мы описали. Признание Добро Ему. Восхваление. Благодарность. Основная часть служения человека религиозного в этом состоит. Как он тут описывает. Чтоб ты поднялся до уровня ангела. А чем ангелы занимаются? Вся их служение. В чем оно состоит? Оно состоит в том, что они восхваляют величие Творца. Это вершина. Уже неоднократно говорили. Кто является представителем человечества, который служил Творцу в наибольшей степени? Царь Давид. Чем занимался царь Давид? Писал Тили. Восхваление Всевышнего. Это самое основное. Вся его жизнь прошла в благодарности, восхвалении. Каждый знает, что теперь отсюда и дальше может почувствовать, находясь в этом мире, находясь в коридоре, где он находится. На первом этапе, на втором этапе, на третьем этапе. Так или иначе, теперь общая мысль, которую сейчас Робину Бахе он объясняет. То есть, не Робина Бахе, а в форме диалога разговор между душой и разумом. Разум обращается к душе и говорит, я же тебе сейчас объясняю, суть твоего пребывания в этом мире. Как ты-то оказался? Ведь в конечном итоге, изначально где-то был сотворен в мире духовном. Ты вообще принадлежишь самым высшим мирам, которые только есть. Как ты вдруг оказался в этом мире, телесном, материальном, далеком, грубом, как ты оказался? Для того, чтобы иметь возможность пройти все эти испытания. Один, два, три. Пройдешь их, а удостоишься гораздо большего и еще большего. Это спуск для того, чтобы подняться, для того, чтобы удостоиться. Другими словами, в конечном итоге, в ни всяком сомнении, там в конце это должно доставиться близости к Всевышнему. Это вершина всему. Это цель твоего пребывания. Но только знаешь же, для того, чтобы туда попасть, нужно пройти через определенные испытания в своей жизни. Пройдешь их, удостоишься. Ну, не пройдешь их. Не удостоишься. Все очень ясно и понятно. И это заодно и объясняет, что ты тут делаешь в этом мире. Ведь душа что спрашивала разум? Что я тут делаю? Для чего это тут появилось? Вот и ответ каждому из нас. Если наша душа пришла в этот мир, и я как я, вы как вы, родились у мамы с папой и выросли там, где вы выросли, неважно географические какие условия или какие природные условия, в которых мы выросли, каждый из нас появился тут, в этом мире для испытания. Какие испытания, как тут написано, чтобы мы смогли совлечь с себя, завесу глупости, озарить себя знанием. Один этап. Второй – понять о том, что все вокруг мира – это испытание. Увидеть. Изберешь ты служение Творцу или воспротивишься Его воле. Будешь теистом или атеистом. Покажется, выбирай. И третье – нужно было вразумить и наставить себя в этом мире, принуждая в нем нести бремя служения. То есть, теперь и дальше уже служить Всевышнему, как положено. Исполнять заповеди, изучать Тору, жить праведной жизнью, восхвалять и благодарить Творца. Для этого ты пришел в этот мир. Так он говорит. Иначе бы нет никакого смысла твоего пребывания в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok